Президент Алмазбек Атамбаев Президент Узбекистана Ислан Каринов поприветствовал глав государств и после совместного фотографирования участники направились на встречу в Узбеке. Далее заседание продолжится в расширенном составе. Премьер-министр Соромбай Дженбеков в рамках рабочей поездки в Баткинскую область принял участие в церемонии открытия участка Коктала-Пульгон автомобильной дороги Ош-Баткин-Испана. Глава правительства отметил, что строительству дорог руководство страны уделяет особое внимание. Он напомнил, что на сегодня завершены работы по реабилитации некоторых участков автодорог Бишкек-Ош, Бишкек-Георгиевка, Сарыташ-Харамэк, Ош-Сарыташ-Эркиштам. Завершилось строительство автодороги Бишкек-Нарын-Торугард. Активно ведется работа по строительству дорог Ош-Баткен-Испана и Тарас-Талас-Сусамыр. В 2014 году началась работа по строительству альтернативной дороги Юг-Север. Премьер-министр выразил благодарность партнерам, международным донорам, которые приняли участие в реализации данного проекта. Реконструкция дороги Балакчи-Тамчи-Чопоната-Корумду затягивается из-за несвоевременно начатого финансирования. Об этом нашему каналу сообщил главный инженер Департамента дорожного хозяйства Джумаш Шлодомбай. Однако дорожники намерены приложить все усилия, чтобы завершить работы в срок. Напомним, реконструкция сейчас ведется на участке примерно в 35 километров от дороги, ведущей к аэропорту в Тамчи и часть ближе к ипподрому в Чопонате. После завершения работ прасса расширится до 15 метров. Движение будет обеспечено по двум полосам в обе стороны. Финансирование проекта ведется за счет республиканского бюджета. На сегодняшний день самая важная задача Министерства транспорта и коммуникации, в том числе и Департамента дорожного хозяйства, это наша первая задача закончить в срок до 18 августа ремонт этого участка дороги. Вчера вечером в центре столицы произошел пожар. Загорелся каркас крыши и кровля жилого дома, который расположен на пересечении улиц Панфилова-Фрунзе. По информации МЧС, огонь охватил 3000 квадратных метров и для его тушения были задействованы 10 пожарных расчетов. Сообщение о возгорании поступило в полдевятого вечера. Пожар был локализован в 23.13. Из дома были эвакуированы только строители, так как он еще не был сдан в эксплуатацию. Причины возгорания выясняются, проводится осмотр места происшествия. Жертв и пострадавших нет. Мэрия Бишкеха планирует демонтировать порядка 200 рекламных счетов, нарушающих художественно-эстетическое восприятие городского пространства и панораму гор. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в целях разгрузки центральных улиц от крупногабаритных рекламных конструкций, Управление муниципальной собственности мэрии планирует произвести работы по демонтажу рекламных счетов по проспектам Манаса, Айтматова, Чуй и улицам Авдрахманова, Байтик-Батыра. Как отмечается, данные мероприятия благоприятно сказываются на облике столицы, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы горожан в интернет-пространстве. Мэрия просит владельцев рекламных счетов отнестись с пониманием к проводимым работам и помочь собственным участием привести в порядок улицы города. В ряде районов Бишкека с 28 июня по 1 июля не будет газа, об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром Кыргызстан». По ее данным, в связи с ремонтными работами будет отключена подача голубого топлива. С 28 по 29 июня в районе ограниченном отрезками улиц Лермонтово, Восточное, проспектах Победы и Ленина. А с 29 июня по 1 июля в районе ограниченном отрезками улиц Джебек-Джолу, Байлинова, Орусбеково, Токулов, Молдо. «Газпром Кыргызстан» приносит извинения абонентам за созданные неудобства и рассчитывает на понимание сложившейся ситуации.